Это Тота. Тота — пещерный человек. Однажды он шел по лесу, и неожиданно перед ним из ниоткуда возник большой шумный сферический объект, поблескивая и мерцая. «Прямо как в Терминаторе», — сказал бы Тота, если бы видел фильм «Терминатор». Объект быстро исчез, оставив на траве черный дымящийся ящик. Тоту захватило любопытство, и он ждал, пока дым рассеется, чтобы изучить непонятную штуку. Это была тяжелая коробка с двумя кнопками сбоку. На одной из них было написано «Х», а на другой — «О». Наверху была щель, а сбоку торчал рычаг. Как настоящий пещерный человек, Тота пытался щупать ее, пинать, нюхать и валять по земле. Ящик определенно не был живым, но кнопки интриговали его. Тота обнаружил интересное свойство. Если нажать «Х» и «О» последовательно, а потом опустить рычаг, то на короткое время вначале загорится кнопка «О», а потом «Х». Я говорил, что Тота был невероятно умным. Самым умным в своей пещере. Он решил нажать кнопки в том порядке, в котором они загорались, а потом снова опустить рычаг. Теперь отклик был другим. Кнопки загорелись по новой схеме. Когда Тота ввел в коробку последнюю схему, ящик издал звук и изверг молнию, безумно напугал Тоту и поджег стоящие впереди деревья. Теперь у Тоты было что-то подобное оружию. Он убил им много животных и часто наслаждался горячей пищей, сидя у костра. Вскоре он открыл другие схемы. Одна из них производила ненавистный Тотти звук. После другой выплевывался лист с какими-то пометками, а некоторые комбинации вообще ни к чему не приводили. Однажды Тота обнаружил еще более продвинутую особенность этого прибора. Он хотел снова сделать костер, но вместо того, чтобы просто нажать на рычаг один раз, он нажал и подержал его. После того, как он отпустил его несколько моментов спустя, пламени не возникло, но Х и О стали мигать. Он отчаянно нажал О, и мигание прекратилось. С того момента нажатия кнопки О и опускание рычага было достаточно, чтобы произвести огонь. Намного проще и быстрее, чем раньше. Он понял, что смог натренировать этого зверя, точно так же, как однажды натренировал волчонка. Так что же это за штука? Конечно, Тота называет ее бум-вум, но мы можем придумать что-нибудь получше. Изначально можно подумать, что это какое-то чрезмерно усложненное оружие, но оно производит и другие странные вещи, вроде музыки и даже печати. Оно не похоже на бытовой прибор, хотя некоторые стиральные машины намного сложнее в эксплуатации. Давайте начнем с кнопок. Похоже, машина понимает определенные комбинации и не понимает другие. Мы не знаем назначение кнопок и комбинации, поэтому я хочу назвать это кодом. Вроде я понятия не имею, что это, но, наверное, это что-то значит. Некоторые коды работают, некоторые нет. Так же, как в нашей речи, некоторые звуки означают что-то, а другие нет. Язык, кажется, подходящее слово. Эта машина понимает определенный язык кодов. Хорошо, как тогда мы назовем эту машину? Пониматель языка кода? Понимать звучит важно, но основная задача машины не в том, чтобы понимать, а в том, чтобы выдавать какой-то результат. Она понимает код, огненная вспышка, и немедленно эту вспышку создает. Поэтому можно назвать ее выполнитель языка кода. Она выполняет некоторые действия. Тот, кто послал эту штуку из будущего в каменный век, возможно, называл ее иначе, но мы определенно называем эту машину компьютером. Именно такие машины принимают код и выполняют какие-то действия. Вам может показаться, что это ужасный компьютер с ужасным кодом. Сегодня у нас есть магические устройства с фантастическими особенностями и языки программирования с кодами, которые легко читать вроде этого. Кстати, в конце курса вы сможете писать и понимать подобный код с легкостью. Да, современные компьютеры отличаются от тех, что были раньше, но не слишком. Мы еще не исследовали эту машину досконально, но, поверьте, по сути, они одинаковы. Так же, как это сильно отличается от этого, оба объекта работают по одинаковому принципу и выполняют одинаковую функцию в разной степени. Продолжая рассматривать эту странную машину, мы можем понять кое-что важное о компьютерах в целом. Первое. Компьютер понимает определенный строгий язык. Случайные нажатия не приводят ни к чему, а работают только конкретные комбинации. И крошечная ошибка в схеме ломает все. И второе. Компьютеры по-настоящему тупы. Возможно, вы подумаете, что последнее высказывание касается этого конкретного компьютера, странного и маломощного, но я говорю о компьютерах вообще. Они очень мощные, но одновременно тупые. Не сомневайтесь. Все, что они делают, это выполняют действия, которые мы им задаем. Никакой магии. Но, безусловно, для Тоты это магия, так же, как современные устройства кажутся нам магическими, если только мы не изучим программирование. К счастью, именно этим мы и собираемся заняться в этом курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok